Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом! Пусть этот год будет лучше, легче и радостнее, чем год прошедший. Желаю, чтобы в Новом Году у вас все было идеально и на личном фронте, и в дружеских отношениях, и в финансовом плане, и, конечно, в вопросах здоровья. Но самое главное, мне очень хочется, чтобы поскорее наступил мир. И дай Бог, может, в 2024 году этот долгожданный мир и наступит. Ну а я со своей стороны постараюсь с Ютуба никуда надолго не пропадать. Вы сами видите, к чему это приводит. Алгоритмы Ютуба работают так, что потом конкретно падают просмотры. Но то такое. Мне приятно, что самые преданные мои подписчики всегда остаются со мной. Ну а теперь давайте кратенько подведем итоги прошедшего года. Безусловно, это был год очень тяжелый для всех нас. Наступление наших вооруженных сил фактически приостановлено. А это значит, что все обещания нашего военного руководства оказались просто провальными. Вы, конечно, помните все эти обещания и про границы 1991 года, и про возвращение Крыма. Но что получилось на самом деле, мы с вами сейчас видим. Переоценка. Именно вот таким словом наиболее точно можно описать этот ход войны. Большие надежды, которые Украина и ее союзники возлагали на летнюю осеннюю кампанию, не оправдались. Мы со всех утюгов рассказывали о готовящемся контрнаступлении и думали, что враг будет сидеть сложа руки и ждать. А враг готовился. И готовился очень тщательно. На основном направлении нашего удара после трех месяцев линия фронта сместилась к селу Работино. Хотя по плану это должно было произойти еще в первые сутки наступательной операции. На сегодняшний день бои все еще идут в этом районе, который находится в 10 километрах от наших исходных позиций. Теперь в своих заявлениях военное и политическое руководство все меньше обещает скорый возврат оккупированных территорий. И общество начинает понимать, что война может затянуться еще на годы. Наши политики нам постоянно рассказывали, да и наше военное руководство, все эти подалеки, Даниловы, Будановы и другие, нам постоянно рассказывали о приближающемся кризисе и скором развале России. А вместо этого мы увидели, как россияне перевели свою экономику на военные рельсы и ускоренными темпами начали выпускать вооружение и другую военную продукцию. Мы видим, что членам НАТО становится все сложнее конкурировать с Россией в снабжении вооружениями и боепропасами на фронт. На политической арене Евросоюза становится все больше симпатиков Москвы. Пытаясь найти точки соприкосновения, европейские лидеры все больше и больше сталкиваются с трудностями в выделении помощи Украине. Тем временем, приближением президентской гонки в США вбило Клин в двухпартийное единство Конгресса. Финансовая поддержка Украины стала камнем преткновения между Белым домом и республиканцами. Противоположность им россияне показывают, что способны лучше контролировать ситуацию. Толпы вражеских солдат, кто по принуждению, кто за деньги, продолжают конвейером поступать на фронт. Несмотря на гибель тысяч россиян за никому неизвестное украинское село, никто в Российской Федерации не желает протестовать против войны. И вряд ли будет, даже несмотря на то, что Путин настроен идти дальше. И настроен посылать на войну еще больше и больше людей. Нужно сказать, что победная эйфория в начале войны сыграла злую шутку с нашим военным руководством. Стремительный успех вооруженных сил Украины в Харьковских и Херсонских областях заставил наше руководство поверить в некомпетентность российской армии и возможность повторения таких же прорывов и на других участках фронта. Вариант наступления на юге обсуждался нашим руководством еще в 2022 году. Часть политиков и военных считали, что пробиваться в Мелитополь нужно было еще осенью 2022 года. С другой стороны, звучали опасения, что у украинской армии недостаточно для этого сил и средств. А потому такая операция неизбежно завершится многочисленными потерями и крахом. Для многих это стало убедительным аргументом, чтобы повременить с наступлением на юге. Тем временем было решено ограничиться операциями в Харьковской и Херсонской областях. В результате с наступления на юг решили повременить. Но что произошло дальше, вы уже знаете. Пока украинские войска готовились к наступлению, россияне готовили масштабную оборонительную операцию. Враг в полной мере воспользовался полученным временем. Пока страны НАТО пытались найти достаточное вооружение и подготовить украинские бригады, россияне выстраивали эшелонированную оборону и обустраивали минные поля. Им и была выстроена так называемая линия Суровикина. Ее сравнивают с крупнейшими инженерными оборонительными сооружениями времен Второй мировой войны. Большая протяженность, мины, зубы дракона, лисьи норы, противотанковые рвы и несколько полос укрепленных траншей все это заставляет украинских и западных военных обозревателей вспоминать неприступную линию Маннергейма. Именно поэтому Американский Центр стратегических и международных исследований отмечает, что российские укрепления в Украине являются самыми масштабными оборонительными сооружениями в Европе со времен Второй мировой войны. Ну а теперь о контрнаступлении. Широко разрекламированная операция пошла не по плану с первых же дней. Вся территория, по которой должны были пройти украинские подразделения с бронетехникой, была устлана минными полями. Их плотность превосходила все советские методички, до 5 мин на 1 квадратный метр. Многие из них были так глубоко зарыты в землю, что их не могла зафиксировать даже воздушная разведка. Да и к тому же имевшиеся у нас в распоряжении средств для разминирования оказалось недостаточно. А дальше произошло следующее. Россияне заняли позиции на высотах и начали накрывать огнем противотанковых средств, артиллерии, авиации и беспилотников нашей бригады, сплотившиеся в колонны, чтобы идти вперед по открытым запорожским степям. Первой под удар попала техника для разминирования, которая двигалась во главе колонны. Бронетехника в попытках выйти из-под огня рисковала взорваться на минах, окружавших разминированный проход. Разминировать зоны проведения операции часто приходилось вручную и ночью. Однако нередко бывало и так, что уже на очищенных территориях россияне снова дистанционно разбрасывали новые мины. Так, в первые дни наступления украинские бригады потеряли до 20 машин «Бредли» и около 6 танков «Леопард». Часть западных военных экспертов считает, что именно эти недели ожидания во второй половине весны дали россиянам время на подготовку. А поэтому следовало начинать наступление еще в апреле. Хотя в наших властных кругах отмечают, что россияне начали оборону еще с ноября. И по состоянию на конец апреля у наших бригад все еще не было необходимого вооружения. Затем было принято решение наступать на трех направлениях – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. Где-то с середины лета командование решило сосредоточить наступление лишь на Мелитопольском направлении. В общем, решили изменить тактику. Вместо общевойскового боя было избрано наступление малыми группами пехоты, которые шаг за шагом отвоевывали вражеские позиции. Западные чиновники и аналитики считают, что украинские военные не смогли полностью овладеть общевойсковым подходом и скоординированным сражением на уровне бригад. С другой стороны, сложно вести полноценное общевойсковое сражение, не имея эффективного воздушного прикрытия и средств поражения, стреляющих более чем на 80 километров. Нужно отметить, что такая смена тактики обеспечила движение вперед, однако все равно не помогла достичь поставленных задач. Наши подразделения дошли до района Работино, Новопрокоповки и Вербового на основную линию российской обороны. Однако российские войска подтащили туда резервы и регулярно пытаются нас контратаковать. Чтобы дальше вас не утомлять, я должен сделать печальный вывод. Переоценка собственных сил и недооценка противника – вот ключевые факторы, которые определили результат кампании Украины на фронте. Но что произошло, тоже, как говорится, произошло. А поэтому этот опыт, за который оплачена большая цена, нашему военному руководству следует использовать для того, чтобы проанализировать собственные ошибки и более реалистично оценить нашего врага. А теперь давайте посмотрим, что происходит сейчас. Многие военные эксперты говорят, что российское командование хочет до президентских выборов Путина захватить как можно больше территорий в Донецкой области, чтобы он мог отчитаться о каких-либо достижениях своему электорату. Сейчас россияне уже почти заняли разрушенную Марьинку, бьются за Авдеевку и могут активизироваться в направлении Углидара. Ну и, конечно, нас всех волнует вопрос, а что будет дальше? Так, например, немецкое издание Bild со ссылкой на источники собственной разведки недавно написало, что Кремль хочет до конца 2024 года захватить всю Донецкую и Луганскую области, а также дойти до речки Оскол в Харьковской области. Далее, в 2025-2026 годах Москва намерена оккупировать значительные части Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая город Харьков. Ну и, конечно, всем интересно узнать, а каковы же планы нашего руководства? Что касается планов Украины на 2024 год, то сейчас во властных кабинетах обсуждают два варианта. Первый вариант – проводить сугубо оборонительную операцию, ограничиваясь ударами по территории противника. И далее наращивать собственное производство и накапливать силы для наступления в 2025 году, что поддерживает и Соединенные Штаты Америки. И второй вариант – готовить новую наступательную операцию на 2024 год, возможно, снова на юге. Какая стратегия возьмет в конечном счете верх, никому неизвестно. Но какой бы ни был бы выбор, он все равно требует серьезных решений, подходов и, безусловно, сохранения поддержки Запада. Иначе в лучшем случае мы сможем лишь продвигаться на десяток километров в год. Лично мое мнение – все может решиться после ноября 2024 года, когда пройдут президентские выборы в Штатах. Что ждать в случае победы Байдена – приблизительно ясно. Однако, приход в Белый дом Трампа для меня является более приемлемым. Его позиция во многом будет определяться сложившейся военной обстановкой. Однако, в чем лично я не сомневаюсь, Трамп приложит максимальные усилия, чтобы закончить эту войну. А вот на каких условиях – это, конечно, вопрос. На этом, друзья, у меня на сегодня пока все. Подписывайтесь на мой канал. Кому видео понравилось, ставьте лайки. И обязательно пишите свои комментарии. Мне всегда интересно знать ваше мнение. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok